Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Канал Шахматы для Всех продолжает свою работу, и в этом видео мы с вами рассмотрим ответную партию четвертьфинального матча между чемпионом мира по классике китайцем Дин Леженем и узбекистанским гроссмейстером Надербеком Абдусаторовым. Это турнир по шахматам Фишера, который проходит в Германии. Напомню, что первую партию Надербек Абдусаторов без особых проблем выиграл у Дин Леженя, и поэтому во втором поединке, играя белыми, Дин Леженю нужно было отыгрываться по заказу. Получилось у него это или нет, мы с вами поймем, досмотрев это видео до конца. Итак, во второй партии шахматистам выпало играть вот такую причудливую позицию. Е4 сыграл Дин Лежень в ответ Е5. Ж3, Ж6, С3, С6 и Ферзь, С2. Черные играют Конь Е7, Конь Е2 и Ф5. Происходит размен на этом поле, и белые делают длинную рокировку. В этой позиции брать на А2, конечно, нельзя по причине Б2-Б3, и слон ловится. Поэтому черные также играют Ферзь С7, зеркаля игру соперника, и после Ф4 ставят Ферзя на А5, уже всерьез угрожая пешке А2. Ее можно было двинуть на одно поле вперед, но ослаблялись белые поля. Поэтому Дин Лежень предпочитает сыграть Б3, а Абдусаторов задвигает пешку на Д5, захватывая центр. Тут можно было разменяться на Е5, но слон же 2 играет чемпион мира, и Абдусаторов вполне мог продолжить продвигать пешки в центре, сыграв Е4. Конечно, если бы Абдусаторову обязательно нужно было выигрывать, то настрой на эту партию у узбекистанского шахматиста был бы совсем иной. Но в этом поединке он прежде всего играет на сдерживание возможностей соперника. Поэтому более осторожные ходы со стороны черных мы с вами увидим еще неоднократно. 3-0 играет Абдусаторов, и тут белым стоило побить на Е5, сыграть Д4, далее слон Ж7. Однако в этом случае игра упрощалась. Мы видим почти симметричную пешечную структуру, и ничейные очертания в таком случае становятся более ясными. Поэтому Динляжень, пытаясь запутать соперника, играет слон Аш3, дважды нападая на коня, но позволяет черным продвинуть пешку на Д4, создав угрозу вилки. Происходит размен на Ф5, и брать ферзем с шахом плохо, по причине слон Е6. На отход ферзя, например на Б1, защищая пешку А2, следует Д3. Теперь это уже не вилка, но вот незадача. Конь Е2 расположен очень неудачно, и попросту ловится. По этому Динляженьу приходится забирать пешку, но на Д4 появляется новый черный пехотинец, опять угрожая продвинуться вперед. Поэтому Д3 играет Динляжень. Черные ставят коня на Е6. Нужно сказать, что из дебюта Абдусаторов вышел с очень хорошей позицией. У него пространственный перевес в центре, нет плохих фигур, и шансы добраться до белого короля. Конь Д2 играет Динляжень. Конь С7. Конь С4, нападая на ферзя. И тут Абдусаторову можно было побить этого коня. Брать ДЦ плохо, по причине Д3. Там уже подвисает ладья Е1, в случае взятия ладьей на Д3. Если же побить БЦ, то черные играют Б5, могут вскрыть еще линии на ферзевом фланге и все-таки заатаковать белого короля. Но повторюсь, эту партию Абдусаторов играл, держа в уме предыдущий поединок. Ничья его устраивала. Поэтому он не берет коня, а отходит на А6, следя за возможностями соперника. Конь Е5 играет Динляжень. И тут можно было пойти ферзь Б6, сохраняя большое преимущество. Но Абдусаторов играет С5, провоцируя соперника на взятие пешки. Если белые не забирают на С5, то черные сыграют Б6, строя мощную пешечную цепочку. И там шансов как-то пробиться у белых практически не было. Поэтому принципиально забирает на С5 Динляжень и идет навстречу замыслу Абдусаторова. Узбекистанский шахматист меняет фигуры на Е5. Далее берет на А2. После конь Д4 слон бьет Б3. Именно эта разменная операция и имелась в виду Абдусаторовым, когда он сыграл С6-С5. Далее происходит размен еще и на Б3. Король белых находится в критическом состоянии. Поэтому, чтобы не попасть под атаку, белые играют ферзь С4, а Абдусаторову этого только и нужно. Он забирает на С4, переходя в эншпиль, играет Б6 и позиция стремительно упрощается. Взятие на Д8, король С2, король Д7, ладья А1 и взятие на Е5. Взятие на А7 с угрозой слон Б6, но король С6. На доске абсолютно равный эншпиль. Нужно сказать, что стратегия Натербека Абдусаторова по сдерживанию соперника оказалась весьма успешной. Партия стремительно приближается к ничьей. Король Д3, ладья А5. Меняются еще и ладьи и король С3. Вообще у черных тут даже более приятная игра, потому что у них появилась отдаленная проходная пешка, а конь это очень маневренная фигура, которая может потревожить пешки белых на королевском фланге. Смотрите, что было дальше. Конь Е6, король Б3, конь С5 шаг. Конечно, меняться плохо. Отдаленная проходная в пешечнике это в данном случае гарантия победы, поэтому отходно А3. Но конь Д3, конь постепенно идет на Ф3 и после С5, конь Ф3, приходится отдавать на Н2. Взятие на А5, король черных надежно блокирует белую пешку, ну а на королевском фланге черные прорываются. Посмотрите, что делает Абдус Саторов. Он играет Н5 и Ф4, создавая крайнюю проходную, за которую белым нужно отдавать слона. Ф5, Н3, слон Ж1, конь Е3. Брать нельзя, Н2 и белые проигрывают. Но Ф6 играет Дин Лежень, а тут вилка. Взятие на Ф6 и ничья стала очевидной. Король Д4, конь Ж4, король Е4, Н2. Взяли, забрали, король Ф4. Конь Ф1, король Ф3, король С5. И ничья ввиду недостаточности материала для мата. Вот такая довольно интересная партия, в которой Надирбек Абдус Саторов с первого и до последнего хода полностью контролировал ход событий. Конечно же, при необходимости он вполне мог выиграть этот поединок. Но выбрал на эту партию стратегию надежности. И, сделав ничью в этом поединке, обыграл Дин Лежень в мини-матче из двух партий со счетом 1,5 на пол очка. Его соперником в полуфинале станет победитель пары Фируджа Карлсон. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.